Лекция Пашимадбхагаватам, песня 3, глава 26, текст 4, прочитанная его божественной милостью Аче Бхактивдантой Свами Прабхупады, 16 декабря 1974 года в Бомбее. Перевод. Развлечение Ради, величайший из великих, Верховный Господь, вошел в тонкую материальную энергию, наделенную тремя гонами материальной природы и связанную с Вишну. И так, Кришна, Верховная Личность Бога, говорит Самбхавами Атмамайя. Самбхавами Атмамайя. И Кришна, и живые существа имеют те же качества. Но, когда живые существа приходят в материальный мир, Живые существа принуждаются к этому Пракрити, материальной природой. Но, когда приходит Кришна, его ничто не принуждает, он приходит по своей доброй воле. Иногда философы Майавади тоже считают, что живые существа в этом материальном мире совершают лилу. Но это не лила. Лила относится к играм Верховной Личности Бога. Никто не говорит, что живое существо пришло в материальный мир ради лилы. По крайней мере, философы Вайшна, вы с этим не согласны. Это противоречие. Кришна говорит, когда я прихожу, мы не должны принимать приход Кришны в материальный мир и наш приход в материальный мир приравнивать это. Кришна приходит, как Он есть. Он не меняется. Поскольку Он – Верховная Личность Бога, Он всемогущ, даже если Он приходит в материальный мир, материальные качества не влияют на Него. Это Ишанан. К примеру, врач идёт в больницу, чтобы лечить там заболевших пациентов. Но инфекция на Него не действует, потому что Он следует определенным мерам предосторожности. То есть болезнь не берёт его. Болезнь берёт слабых. Об этом говорится в Бхагаватам. Это от Ишанан Ишасья. Иша – значит властелин. Напротив, если какая-то инфекция приходит в соприкосновение с Верховной Личностью Бога, то она очищается. Тэджиасамнадоша говорится в Бхагаватам 10, 30, 29. Можно привести ещё один пример. Солнце. Солнечный свет выпаривает воду даже из мочи или из какого-то заражённого места. Из любого грязного места солнце выпаривает воду. Но само солнце не подвержено влиянию этого. Потому что оно очень могущественное. Аналогично, если вы попытаетесь извречь воду из мочи, то вы заразитесь. Даже преданные не находятся под влиянием трёх гун материальной природы. Мы много раз повторяли этот стих бхагавад-гиты. Ман-чаббя-вичарин-и-бхакти-жоги-на-я-севати сагу-нан-саматитта-этан-брахмабху-я-я-калпатта. Даже обычные живые существа, но если они преданные, они не подвержены влиянию трёх гун материальной природы. Как мы можем ожидать, что Верховный Господь будет подвержен влиянию трёх гун материальной природы? Это невозможно. Даже с позиции обычных аргументов это нельзя принять. Кришна или Аватара Кришны. Есть сотни тысячи Аватар. Рамади-мурти-су-калани-амена-тистан нана-аватарамакарад-бху-не-сукхинту Кришна-сэн-самававаппара-маппу-мана-ю А у Кришны бесчисленные экспансии. Рама Адди. Рама, Господь Рама Чандра, также экспансия Кришны. Рама Адди-мурти-су-калла. Калла значит экспансия, экспансия. Я много раз приводил этот пример. Есть изначальная свеча, от которой вы зажигаете другую свечу, а от второй вы зажигаете третью, а от третьей четвёртую. И таким образом можно зажечь все свечи, хотя вы говорите, вот это первая свеча, это вторая, это третья, это четвёртая свеча, но все они одинаково сильно светят. Что касается силы свечения, они равны между собой. Аналогично Аватара Кришны, сам Кришна, Он источник, Кришна-сту, Бхагаван Своям, Он изначальная личность, Адди-пурушам. Тем не менее, Аватара Кришны, например, первая его экспансия — это Баларама, затем Санкаршана, Прадьюмна Анирутха, затем Нараяна, затем снова Санкаршана, Прадьюмна Анирутха, затем Махавишну, из Махавишну, Гарбодакашая Вишну, из Гарбодакашая Вишну, Кширодакашая Вишну, из Кширодакашая Вишну исходят бесчисленные экспансии, параматмы. Таким образом, Шимадхабхагаватин говорит, «У Гришны столько экспансий, как бесчисленные волны в реке или в океане». Вот это одно состояние экспансии. Другие экспансии — это Дживататва. Это мы, мы тоже экспансия. В Варахапуране сказано «Свамша» и «Вибиннамши». Экспансия «Вибиннамши» — они неисчислимые, Дживы. Мы тоже экспансии Кришны. Но есть «Свамша», а есть «Вибиннамши». Итак, экспансия «Вибиннамши» — они очень маленькие, а экспансии «Свамши» — они «Вибху» — бесчисленные. Таким образом, мы должны понять различия между «Свамши» и «Вибиннамши». Когда экспансия «Свамши» приходит в материальный мир, она остается «Вибху» или «Прабху». Экспансия «Вибиннамша» всегда «Ану». Очень маленькая. Слуга. Один — это «Прабху», другой — «Слуга». Один — «Вибху», другой — «Ану». Итак, «Ану» — «Вибиннамша» — «Джива». Когда «Вибиннамша» — «Джива» приходит в материальный мир, она оказывается в ловушке. В предыдущем стихе вы читали о «Джоте», «Вибиннамше» — «Живое существо». То есть мы — тоже «Джоте», как искра. Например, изначальный огонь — это огонь, костер. И искры, вылетающие из костра, это тоже огонь. Качественно они дождественны. Но когда искра падает, например, на вашу одежду, она может прожечь небольшую дырочку. Но если на вас свалится целый костер, вы сгорите дотла. Опять же, тот же пример. Солнце и сияние солнца. Сияние солнца — это сочетание крошечных частиц, светящихся молекул. Точно так же и мы. Мы — те же искры. Кришна и его экспансия, они все одинаковы. И мы — «Вибинамше», «Жива», мы очень малы. Поэтому наше состояние отлично от Кришны. Кришна не подвержен материальным качествам, но мы подвержены. В Бхагавадгите сказано, деятельность в этом материальном мире не влияет на Кришну, но она влияет на нас, маленьких частиц. Эти качества воздействуют на нас. Три-бхир, Гуна-майя, Бхаваи. Итак, те, кто слишком сильно подвержены этим материальным качествам, не способны постичь Кришну. Они думают, что мы с Кришной одинаковы, но это не так. Поскольку Кришна приходит как человек, мы можем думать, что Кришна такой же, как я. Нет, это не так. Кришна вибху, а мы ану. Кришна господин, а мы слуги. Таковы наши вечные взаимоотношения. Мы не должны это забывать. Пракрити тоже принадлежит Кришне. Кришна – верховный, могущественный. Он может использовать Пракрити, как желает. Он не подвластен Пракрити. Но мы подвластны Пракрити. Поскольку он вибху, вибху значит «великий». Вы не можете сказать, что майя Пракрити превосходит Кришну. Нельзя так сказать. Тогда Бог не велик. Если что-то выше Бога, то вы не можете сказать, что Бог велик. Если вы признаете это, что нет никого превосходящего Кришну, тогда вы можете сказать, что Кришна велик. Кришна не может оказаться в ловушке. Но нам Махатан Татра. Если вы меньше, то вы можете быть покорены и побеждены великим. Если ваша сила меньше силы другого человека, скажем, двое борцов, если один борец сильнее, он может одолеть другого борца. Поэтому здесь говорится, «Кришна есть вибху». Кришна есть вибху. Если Он покрыт Майей, как философ Майавади думает, когда приходит Бог в материальный мир, Он также покрыт Майей. Он не покрыт Майей. Если Майя превосходит Кришну, то тогда Майя может покрыть Кришну. Но это не так. Кришна говорит, «Мама Майя», то есть, если Джива предается Кришне, она становится свободной от плена Майи. Но как Майя может одолеть Кришну? Это противоречие? Если кто-то предается Кришне, Он освобождается от влияния Майи, просто предаваясь. Как же тогда Кришна может быть под влиянием Майи? Это здравый смысл. Предавшись Кришне, став преданным Кришне, Вы освобождаетесь от тисков Майи, просто предаваясь. Так что никогда не думайте, как думают Майавади, «Мы едины». Кришна и мы, мы едины. Да, мы едины. Качественно. Я уже приводил пример огня и искры. В их способности сжечь, даже маленькая искорка может сжечь. Итак, мы едины в духовных качествах, но количественно мы разные. Тот же пример, Вибху и Ану. Это очень хороший стих в Бхагавадлите. Маме муя прабадданте, майаме дангтарадте. И наанадан-бхарши здесь. Апасшат пурусанг пурнам, майянчатат апасрям, бхакти-йоге-на-манаси саммак пранихате амале бхазде. В другом стихе Вьасадеева, когда его духовный учитель Нарадамуни давал ему наставление, написан Шимадбхагаватам, тогда при помощи медитации, бхакти-йоги, он смог увидеть верховную личность Бога и также Майю. Но сказано, майямчатат апасрям. Майя находится сзади, за спиной, не влияя на Кришну. Апасрям, она подвластна ему. Так Майя всегда подвластна. И Кришна повелевает Майей. В другом месте в Брахма-самхите говорится, Дурга является материальной энергией. Она обладает бесконечной силой Сришти, 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 Пралая, Садана, Шакти. Она повелевает творения всей этой Вселенной, Сришти, Сришти, Сришти. Она поддерживает и Пралая также уничтожает. Она контролирует эти три аспекта. Она очень могущественна. Дурга-шакти, Дурга-шакти, Материальная энергия настолько могущественна, но она действует чайево как тень. От тени нет независимой способности. Она зависит от определенной субстанции. То есть реальность, есть тень, есть реальный объект, есть тень. И Кришна является реальным объектом, а энергия, исходящая от Кришны, частично проявлена в Дурга-шакти. В Упанишадах также говорится, «Кришна, Верховная Личность Бога, не обязан что-либо делать». Нет никого равного Ему. Кришна также говорит в Бхагаваддите, «Матах паратарам наниат кашчи». Нет ничего выше Меня. Так же сказано в Шимад Бхагаватах. Есть высшая истина. Так все шастры скажут, что Кришна или Верховная Личность Бога обладает разными безграничными экспансиями, хотя Кришна один, но Он может распространять Себя во много миллионов. Кришна или Верховная Личность Бхагаватах. И каждое Рупам действует в какой-то Вселенной. Например, здесь в это время Бомбее темно, но Солнце присутствует во всех своих разных фазах по всему миру. Солнце всходит утром, скажем, в 7 часов. Итак, с 7 часов до следующих 7 часов вечером, если вы получаете информацию, где-то 7 часов, где-то 12 часов, где-то 6 часов, всегда Солнце присутствует, хотя мы видим, что Солнца нет. Аналогично, Кришна присутствует во всей Вселенной в каком-то аспекте. В одной Вселенной вы увидите, что Кришна рождается, Джанмаштами. В какой-то Вселенной вы увидите, что Кришна играет с пастушками. Вот таким образом. Поэтому это называется Ницья-лила. Ницья-лила означает, что Джанмаштами-лила, она проходит вечно, где-то. Поэтому это называется Лилая-Ядричая. Это великая наука, наука Кришны, Кришна-таттва. И мы должны учиться этому, обращаясь к авторитетным ведическим текстам, изучая Кришну. Это необходимо в человеческой жизни, потому что если мы просто поймем эту истину о Кришне, который является божественной, трансцендентной, если вы постараетесь понять, это и если вы будете удачливы и поймете эту божественную природу, Лилы, Кришны, тогда вы обретаете освобождение тотчас же. Философия Сангхи, Капиладевы, объяснена таким образом. Он объяснил это, чтобы мы могли понять Кришну. Итак, Кришна – это Лила, но наш приход в этот мир – это не Лила, мы вынуждены. Тело Кришны сочит Ананда-Виграха. Тело Кришны нематериально. Даже если мы считаем его материальным, тем не менее, оно сочит Ананда-Виграха. Например, человек может возразить, вот, форма Кришны, она же сделана из камня, как она может быть сочит Ананда-Виграхой. Однако, если вы знаете природу Кришны, даже если он выглядит как камень, тем не менее, он сочит Ананда-Виграха. Как? Потому что камень тоже является энергией Кришны. Об этом сказано в Упанишаде. Итак, камень также является иной энергией Кришны. Это одна из энергий Кришны, и Кришна всемогущий. Он может использовать свою энергию как угодно. Он может использовать свою энергию как угодно. Как, например, электрик умеет использовать электричество и для холодильника, и для нагревателя. Хотя процесс нагревания противоположен процессу охлаждения. Мы видим совершенно противоположные эффекты. Точно так же материальная природа и духовная природа это противоположности. Точно так же, как электричество используется как для нагревания, так и для охлаждения. Энергия одна и та же. Но при помощи манипуляции инженером эту энергию можно превратить либо в тепло, либо в холод. Поэтому для Кришны не существует материальной природы. Для Него все духовная природа. Даже Кришна является в материальном образе, как камень, как материя. Тем не менее, тот, кто знает Кришну, он может обрести милость Кришны, благословение Кришны из любой его формы. В иных случаях преданным рекомендуется поклоняться Божеству в храме. Вы думаете, что ачарьи и шастра советуют впустую тратить время, поклоняясь камню? Ведь это как раз рекомендует ачарьи, великие ачарьи, например, Рамануджа Ачарья. Он открыл сотни храмов по всей Индии, особенно храмы Лакшмина Райны, особенно в Рамануджа Сампрадая. И точно так же в Сампрадая Чайтани и Махапрабу установлено сотни храмов Радхи Кришны. Это великие ачарьи. Вы думаете, что они совершили ошибку? Некоторые люди в нашей Индии говорят, нет нужды поклоняться в храме. Нет. А почему нет нужды? Ачарью пасанам. Ведь это рекомендуется. Гьяна, ачарьи. Ачарьи открывали храмы, многие сотни и тысячи храмов. Вишну мандир. Поэтому поклонение должно быть. В противном случае, вы не способны. Махаджина Йенагатах Сапанта, если вы не следуете ачарьям, тогда... Ачарьи, татва-дарши, они знают, как сделать вас преданным. Поэтому они предписывают. И Кришна в любых условиях Он сочит Ананда-Виграха. Пока Кришна не станет доступным для вас, для вашего служения, как вы сможете служить Ему? В настоящий момент у нас нет глаз, чтобы увидеть Кришну. Поэтому по своей беспричинной милости Кришна явился в своей изначальной форме, чтобы получить или принять служение от вас. Вы не можете служить Кришне в его вера-трупе. Поэтому Кришна пришел к вам, чтобы принять ваше служение в форме металла или камня. Но он не металл и не камень. Это называется Кришна-татва-гьяна. Все это запрещено. Считать так запрещено. Кришна или Вишну. Между ними нет разницы. Если вы думаете, что Мурти сделаны из камня Шиладхих, то есть Шиладхиха, если вы думаете, что это просто Шила, это камень, это Нараки Будхи, это не рекомендуется. Не нужно так думать. Арчи, Вишна, Шиладхиха, Гуру Шуна Рамати. Если вы считаете, что Гуру, Духовный Учитель, Вашнав, обычный человек, запрещено так думать? Гангаджалу или Чаринамрита, если вы считаете это обычной водой, это не разрешается. Как думать? Вашнав, тот, кто стал преданным Кришне, если про такого человека вы думаете, что он принадлежит к такой-то касте, или к такой-то касте, это тоже запрещено. Это Нараки Будхи. Те, кто не знают, как Кришна может быть трансцендентен во всех своих проявлениях, поэтому нам запрещено. Не нужно так считать. Это неуспоримый факт, что Кришна в этом храме является тем же изначальным Кришной, который находится на Вайкунхе. Но поскольку у нас нет глаз, поскольку мы еще не созрели для того, чтобы увидеть Кришну, поэтому мы должны принять это наставление, этот запрет, следовать ему. Не думайте так. Тогда мы сможем понять, нет ничего материального для Кришны. Все духовно, но чтобы проявлять разные лилы, он принимает разные формы тела. Но все это Кришна. Это изначальная личность. Ачюта. Он не падает, поэтому его называют Ачютой. Ачюта значит тот, кто никогда не падает, никогда не отклоняется. Он всегда в своей Сачитанандавиграфе. Не нужно считать, что раз он является ради моего удобства, чтобы принимать служение от меня в этой форме, я должен считать, что это камень. Нет, это не камень, Адваито Мачютам. Он не падает, он не отклоняется. Есть много историй. В Чайтане Чаритамрите есть история о Сакши Гапале. В Джаданадха Пури есть храм Сакши Гапала. Рядом с одной станцией до города Пури есть станция Сакши Гапала. Там есть храм. Сакши значит свидетель. Это виграха, это божество, было во Вриндаване. И божество пришло, чтобы засвидетельствовать ради своего преданного, поэтому его называют Сакши Гапалом. И так, даже если вы считаете, что это камень или металл, но преданный может говорить с ним. И Кришна говорит с преданным. Есть много примеров. Для этого нужно быть продвинутым в духовной жизни. Это называется таттва. Когда мы знаем о Кришне, в совершенстве и есть информация в шастрах, для того, чтобы понять это, нам необходимо немного квалификаций. Необходимо немного квалификаций. И в чем состоит эта квалификация? В том, чтобы усилить, углубить вашу преданность, усилить качество вашей любви к Кришне. И эту любовь можно усилить при помощи определенного метода. шаг за шагом. Итак, наше движение сознания Кришны дает людям образование, как обрести сознание Кришны, как постичь науку Кришны, Кришна-татва-ветта. И любой, кто знает Кришну в совершенстве, Чайтана-Махапрабху одобряет, неважно, кто он, ученый ли, я и Кришна-татва-ветта сэй-гур-хай. Любой, кто знает совершенствие науку Кришны, Кришна-татва-ветта, воистину, он является гуру. Никто не может стать гуру, пока не постиг науку Кришны. Поэтому в шастре говорится шат-карма-нипуна-випра. Випра значит брамана. Браман должен знать шесть категории деятельности. Шат-карма. Шат вносит шесть. Какие? Патхана, Патхана. Браман должен быть очень образованным, он должен быть экспертом, то есть быть сведущим в ведическом знании, как называется, патхан, и патхана, то есть он должен учить других. Он не должен ограничиваться только тем, что он сам знает и держит все свое знание в своем животе. Нет, поэтому в былые времена все браманы, у них было что-то шпатхи. Если браман мог сесть в любом месте и начать обучать других, и ученики приходили к нему. Это обязанность брамана, патхана. Но пока сам он не стал образованным, как он может учить, поэтому прежде всего он должен быть самообразованным, ученым, патхана, и затем патхана, то есть он может учить других. Патхана, патхана, яджина, яджина, то есть он должен поклоняться Верховному Господу и учить других тому, как это делать. Каков стих Вишвана Чичхараварчи? Шри Виграха Радхана Ниттана. Один из признаков Гуру описывается Вишвана Чичхараварчи Тхакуром. Шри Виграха Радхана. Он следует поклонению божеству. Шри Виграха Радхана. Шри Виграха Радхана. Одевать божества. Убираться в храме, заботиться о храме, гуру знает, как это делать, и он учит этому учеников. Он сам занят этим и занимает своих учеников. если же вы принимаете ученика но отталкиваете его говорить ему ты не можешь ты не имешь права прикасаться зачем вы принимаете ученика если вы приняли его учеником как вы можете держать его на расстоянии и говорит нет и шуток и млечко поэтому ващна ведь джаки будхи как только человек становится ващна уже нет никакого джати он трансценгентен сагунан саматите айтан джати брамана шатри ваще шудра все это относится к материальному миру не к духовному миру в духовном мире все вечные слуги кришна там уже нет джати нет разделения там все служат учитель тоже духовен и слуга тоже духовен и нет иных отношений здесь материальном мире мы искусственно мы хотим стать богом но в духовном мире нет таких понятий в духовном мире тоже есть живые существа их называют ниття-сиддха ниття-сиддха значит вечно совершенные есть две категории живых существ ниття-сиддха и ниття-бадха вечно обусловленные вчера мы читали ниття-супта-буддхи ниття-супта-буддхи здесь в материальном мире как бы мы действовали мы спим они спят мы можем быть очень активными но святой видит что все эти негодяи спят а негодяям будет казаться что преданные спят потому что им будет казаться эти мошенники они приняли сознание кришны они ничего не делают ради удобства тела ради чувственных наслаждений они спят они в пустую проживают жизнь а преданные считают так эти негодяи те кто не сознают кришну они спят я не ша-сару-хутан ам-тасмин-я-гра-ти-санг-я-ми а что происходит противоположность действительности обусловленные души в материальном мире спят поэтому деды говорят утиштака джаграта негодяи почему ты спишь но они не спят они думают что они очень активны очень заняты но это занятость тоже сон например человек спит видит сон что он очень очень активно занят такая жизнь такого рода осуждается поэтому веды говорят вставай вставай сейчас у тебя человеческая форма жизни прапи вран не бодхата постарайся постичь кришна постарайся постичь верховную личность бога постарайся постичь свои отношения действий соответственно тогда твоя жизнь будет успешно в противном случае ты в пустую тратишь время спасибо вам большое